МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Да и фото опубликовано, как говорят правоохранители, уже давно. Поясняю. Год назад. К слову, по статье о сквернении скульптурного сооружения, посвященного борьбе с фашизмом или жертвам фашизма, срок давности составляет 6 лет. Добавлю, снимок до сих пор находится в свободном доступе в социальной сети. Практически все города и районы Хакасии отчитались о начале отопительного сезона. Внештатных ситуаций нет. Однако, как выяснилось, все не так гладко. К нам в редакцию обратились жители Сорска. Батареи в их домах едва теплые. Вот уже два месяца температуру в своих квартирах до нормы они поднимают самостоятельно. Из Сорска Ольга Стельмах. Начало отопительного сезона жители сразу нескольких многоэтажек Сорска почувствовали разве что обжигающими ценами за коммуналку. Расчетки им исправно несут, а тепла нет. На термометре 14 градусов. Вот каждый вечер я прихожу с работы, одеваю шланг, подставляю ведро и начинаю. Начинаю таскать. Грязь бежит. По 15-20 ветер потаскаю, батареи нагреются. Спуск воды, постоянно включенные обогреватели, даже самодельные заслоны выставлены на порогах в каждую комнату. Десятки народных способов помогают не замерзнуть в благоустроенной квартире. Вот так постоянно ходим в тапочках, в теплых брюках, в свитерах. Некогда проблемная центральная котельная Сорска два года назад после ЧП и капитального ремонта обновлена. Сегодня за тепло по полной, в том числе и в холодных домах, берет Хакресводоканал. Оборудование котельное у нас работает в штатном режиме. Температуру выдаем, согласно графику. Значит, резервное оборудование готово. Каждую жалобу специалисты Хакресводоканала проверяют, и по их словам, температура доходит до подъезда. Градусы теряются при распределении в самом доме и лишь по вине управляющей компании. Коммунальщики же говорить на камеру отказались, но за кадром упорно открещивались. Мол, ответственность полностью на снабжающей организации. 46 раз. Не надо меня снимать. Еще морозов не было. А морозы будут тогда что? Одетому спать? Это же не дело. И не могу добиться. Куда бы не обращался. В верхняя часть города, многие, значит, замерзают в квартирах, особенно зимой, естественно. Но все равно они уже, говорит, мы плюнули, и не хотим нервы свои. В администрации, правда, не в курсе ситуации, а значит и по отчетам, отопительный сезон в Сорске проходит успешно. Ни одной заявки нету с верхней части города. Я буквально сегодня с утра смотрю, каждый день смотрю журнал, как бы ни одного звонка, ни одной жалобы нет. Температура 60 градусов на подаче у нас в администрации. То есть, соответственно, с котельной выходит, значит, 62-63 градуса выходит с котельной. На улице плюс. Не вижу вообще, какие могут быть проблемы на самом деле. Те, кто устал бороться с управляющей компанией «Фитинг», а она одна на весь город, сегодня идут сразу в прокуратуру с официальными заявлениями и простой человеческой просьбой о помощи, пока температура за окном не опустилась до минус 40. Ольга Стельмах, Сергей Казьмин, Вести, Хакасия. Очередной наркопритон ликвидировали полицейские Абакана. Его организовали 40-летний гражданский муз с женой. А всего с начала года в Хакасии закрыто более 40 точек, где коллективно употребляли наркотики. Сигнал о том, что в одном из домов на улице Таштыбской собираются наркоманы, оперативники Республиканского управления наркоконтроля получили в начале лета. Хозяева предоставляли гостям свое помещение для употребления дезаморфина. Готовили зелье тут же. За подозрительной квартирой долго наблюдали, но операцию по задержанию провели только сейчас. Три гостя из Шушенского и хозяева были пойманы с поличным сразу после употребления наркотиков. Сейчас оперативникам предстоит выяснить, где клиенты брали ингредиенты для изготовления зелья. Выяснилось в ходе наблюдений, что хозяева сдают притон за дозу. Проще говоря, таким образом они получают оплату за предоставление помещения. В течение нескольких месяцев все это продолжалось. Было достаточно много собрано материала. И сейчас возбуждено уголовное дело по факту организации содержания притона группой лиц по предварительному сговору. Преступникам грозит от двух до шести лет лишения свободы. Уполномоченный по правам человека появился в Хакасии в апреле 2011 года. За неполных три года за помощью к Александру Чистотину обратились тысячи человек. Какие проблемы волнуют жители республики более всего, выяснял Виктор Лушников. Уполномоченный по правам человека появился в Хакасии весной 2011 года. Это достаточно влиятельный в республике человек Александр Чистотин. Поэтому службы уполномоченного по правам обращаются в надежде получить реальную помощь. По положению он вмешивается, когда право граждан нарушают региональные и муниципальные чиновники. С руководителями силовых структур и других федеральных ведомств на территории Хакасии Александр Чистотин заключил соглашение о сотрудничестве. За эти годы за помощью к комбудсмену обратились около двух с половиной тысяч человек. Больше всего идут с вопросами именно связанных с недвижимостью и жилищно-коммунальным хозяйством, его услуги, тарифы и так далее. В целом, все вопросы, которые связаны с недвижимостью, это более четверти всех обращений граждан. Второе место занимают жалобы на действия силовиков, либо на нарушения, которые допускают коммерческие организации. Последний пример, когда сахалинские рыбопереработчики обманули по зарплате около ста сезонных рабочих из Хакасии. И только после вмешательства уполномоченного по правам человека прокуратурой и судебных приставов работодатель заплатил людям вдвое больше. Уполномоченному по правам человека в Хакасии удается решить проблемы примерно треть из заявителей. И еще в 20% случаев вопрос решается частично. Так что КПД уполномоченного по правам человека в Хакасии довольно высок. Виктор Лушников, Антон Новожилов, Вести Хакасия. Пес Грей, деньги на лечение которого собирали активисты организации «Зоозабота», начал ходить. Напомню, пса со сломанными задними лапами активисты общества подобрали на улице. Сначала собаки сделали операцию в Абакане, но она оказалась неудачной. Штифт ушел в кость, началось воспаление. Дело исправить пообещали красноярские ветеринары. Правда, не бесплатно. Стоимость работы 30 тысяч рублей. Неравнодушные люди помогли собрать нужную сумму. И вот Грей, на выздоровление которого уже мало кто надеялся, начал ходить. Сейчас для Грея ищут хозяина. Ищут хозяев и шестеро месячных щенков, живущих в одном из дворов Абакана. Малыши погибнут при наступлении первых морозов. Где сейчас находятся собаки, расскажет Юлия Донбаева. Живут щенки, две сестры и четыре брата в старой будке. На первый взгляд, жизнью довольны. Сердобольные жители улицы Габченко меняют в конуре подстилку и подкармливают большое семейство. Собаку не видели, она просто приблудная, бегала здесь. Потом, 2 октября, буквально услышали, что щенята пищат. Откуда они могли понять? Посмотрели они там в будке, маленькие такие. Ну, тогда еще было тепло, сейчас уже холодно. Они уже все трясутся, собака от них убегает. Молока и не хватает, кашу ворует. Подвижная, невероятно милая и не менее прожорливая потомство белки, так назвали многодетную мать абаканцы, очаровала всю округу. Люди животных жалеют, но к себе не берут. У большинства людей уже есть дворовые собаки. Ну, постоянно кормят. Соседка наша тоже кормит. Утром я вот после обеда кормлю, вечером еще кормим. Небольшую и маленькую тоже кашу варим. Кинологи утверждают, лучший питомец – дворняшка. У таких собак меньше всего проблем со здоровьем и больше сообразительности. К тому же они умеют быть благодарными. Подначалу, конечно же, она вообще прям за них, мы даже подойти близко не могли, она рычала. Потом постепенно начала из будки вылазить. Вот уже мы ее подкармливали, она кушала, но еще не поправилась, еще худенькая. Постепенно, так, по маленьку мы стали так подходить. Она начала привыкать к нам и как бы уже подпускает к щенкам. Одному из щенков уже повезло. Его заберет семья Тепляшинах. Он нашел свой дом практически там же, где родился. Остальные пятеро ждут добрые руки, которые унесут их в теплое и сытое место. Если вам нужен верный друг, приезжайте на улицу Габченко, 21, дробь 2. Это в районе культурно-досугового центра по улице Аскизской. Елена Крылова, Юлия Домбаева, Антон Новожилов, Вести, Хакасия. Это были все новости, которые мы успели рассказать к этому часу. После смотрите рубрику интервью. Студию Анны Ахпашевой. Лауреат многочисленных международных фестивалей. Солист Московской филармонии Игорь Федоров. А я пока с вами прощаюсь. Удачи и до встречи на канале Россия 24.